В Южной Америке уже 27 дней. Позади огненная земля с ее удивительными лесами, бескрайней пампой, величественными горами, голубими озерами и межокеанскими проливами. Прошли по маршруту W в чилийском национальном парке Торрес и Пайне с грандиозными башнями Торрес и изящными Куэрос, горным цирком Британика и голубым ледником Грей. Вернувшись в Аргентину, насладились видом на огромную ледяную стену Перита Марена в парке Лос Глосиарес. Встретили рассвет с видом на башне Торрес и ледник Гранди, впечатлились великим Фицероем и прогулялись на холм лжи. А сегодня Сан-Карлос де Барилочи или просто Барилочи. Со второй половины 19 века в Барилочи компактно селились немцы из Швейцарии, Австрии, Германии и даже царской России. В первой половине 20 века, благодаря своему нейтральному статусу, производству шерсти и мяса, Аргентина становится одной из самых богатых стран мира. И после Второй мировой войны принимает немецких иммигрантов. Это были не только нацисты, но и тысячи простых людей, выживших под ковровыми бомбардировками немецких городов и оставшиеся без крова и средств к существованию, а также выселенные из Судет в Силезии и Восточной Пруссии. Итак, Барилочи – столица озерного края или Аргентинская Швейцария. Природа здесь радикально отличается от остальной Патагонии. Никаких пингвинов и гуанак, нет даже пампы со страусом. Зато полно лесов с самыми разнообразными, порой совершенно удивительными деревьями. Множество красивейших озер, раскинувшихся посреди поросших лесом живописных гор. Внешне природа действительно сильно напоминает Швейцарию или Северную Италию в районе озер Лугана и Кома. Ну, очень похоже. Как и в Швейцарии, есть горлыжный курорт. Говорят, лучший в Южной Америке. Как и в Швейцарии, производится масса вкуснейшего шоколада. Мамушка – это по-аргентински матрешка. Одна из торговых марок. Барилочи – сердце старейшего национального парка Аргентины Науэль-Уапи. Трудно поверить, но в Науэль-Уапи более сотни пешеходных, горных, велосипедных и комбинированных маршрутов на любой изысканный вкус. От самых простейших до сложных протяженностью от 500 метров до 500 километров. Можно, к примеру, пройти 38-километровый пятидневный маршрут «Пятилагон», начинающийся от швейцарской деревни, пересечь по пути несколько хребтов, полюбоваться на красивейшие озера Негра, Юву, Кретон, Калб, Фукуэ. Ну и завершить путь у горной гостиницы «Пампа-Линда», откуда уже выбраться транспортом в Барилочи. Ну и конечно, просто необходимо сбегать к самой высокой горе в районе Барилочи – двуглавому потухшему вулкану Тронадор. У вершины теснятся ледники, неспешно стекая и превращаясь в сираки, которые тают и вниз, образуя каскады завораживающих водопадов. И весь маршрут примерно 30 километров туда и обратно. А еще можно три дня побродить по тропе от виллы «Кафедрал» до озера «Пирита Марена», полюбоваться видами на вершину «Кафедрал», лесистые долины, горные останцы, хребты и озера с кристально чистой водой. По-хорошему, сюда надо ехать не на пару дней. Есть где разгуляться по долинам и по взгорьям. Но у нас банально нет времени. Обсудили. Идем в миртовый лес. Древние греки считали, что мирт был тем деревом, за которым укрылась Венера, родившись из морской пены. Миртовая или райская, или Адамово дерево, попало на землю прямо из рая. Так говорят, в Великобритании миртовые венки и букеты обязательны при бракосочетании лиц с королевской кровью. А еще мирт мироточит, выделяет свои слезы, как иконы. В Средиземноморье мирт – это либо кустарники, либо небольшие одиноко растущие деревья. А вот в Барилоче, в Национальном парке Науэль-Уапи гигантские рощи, занимающие гектары. Высота мирта достигает здесь 25 метров. Но толщина стволов впечатляет. Такого нигде больше нет. Для меня же самым необычным оказались их стволы. Но это просто ни на что не похоже. А в Науэль-Уапи вообще множество самых разнообразных больших и красивых деревьев. Это не только хвойные, но и различные виды нотафагусов или чилинских дубов. Из них даже делают такие вот скамейки. И в отличие от Швейцарии, здесь просто обилие птиц. Ибисы ходят прямо по городу и никого не боятся. В Науэль-Уапи надо ехать дней на 10-15. А у нас послезавтра очередной самолет. Тем лучше. Отличный повод вернуться сюда через несколько лет. А пока арендуем машину и поедем 250 километров по кольцевому маршруту вдоль северной части Науэль-Уапи. Это озерный край. 40 километров от личного шоссе вдоль живописной реки Лимай до расположенного на правом берегу небольшого городка Билья-Янки с элегантным подместным мостиком и аутентичным деревянным паромом. Отсюда начинается знаменитая зачарованная долина. Река здесь невероятно красива. В голубоватой изумрудной воде идеально отражаются облака, коричневые горы и желтые пирамидальные деревья, похожие на наши тополи. Ходим, смотрим, цокаем языками. А по берегам коричневые горы с безлесными вершинами, увенчанные фантастическими каменными останцами разнообразных форм и размеров. Лава, вода, ветер и время славно потрудились, создав этих волшебных каменных исполинов, самых причудливых форм. Отвесные скалы, чудесные каменные изваяния и просто гигантские нерукотворные столбы. Вот этот каменный столб, ну очень похож на камень Бабу, расположенную на берегу Кожима, на приполярном Урале. Еще более грандиозные каменные инсталляции природа создала вдоль подкаменной Тунгуски, Котуя и других труднодоступных рек, любимой мной Восточной Сибири. Только вот добраться туда сложнее, а иногда и дороже, чем в Аргентину. Через 25 километров сворачиваем на местную дорогу, ведущую к озеру Труфаль, что по-испански означает мрачное. Озеро протяженностью чуть более 30 километров уютно расположилось меж лесистых гор. За 5 километров до городка Труфаль, на почти 100-метровой скале, ведовая площадка с шикарным видом. Вода в озере, как и в реке Лимай, изумрудно-голубая. По берегам лес и роскошные песчаные пляжи. Озеро знаменито своим подводным лесом из оказавшихся под водой огромных кипарисов, съехавших вместе с ближайшим холмом в результате мощного землетрясения 1960 года. Кстати, в Новелюапе палатки можно ставить только в специально отведенных местах. Никаких те костров, только газ. Увидели указатель к водопадам, оставили машину и прогулялись. Едем дальше по лесной дороге вдоль озер Эскандидо, что означает скрытное, Каренфоса ровное, Эспехо Гранде, большое зеркальное, и снова попадаем на огромное озеро Науэль-Уапи, берегом которого и возвращаемся в Барелочи. А завтра летим в город Пресвятой Троицы и порт Богородицы Святой Девы Марии Добрых Ветров, который местная молодежь называет Байрос, а мы по старинке Буэнос-Айрос, еще известный как Париж Латинской Америки, поющий, играющий и танцующий со своим особенным духом, колоритом и настроением. И, скорее всего, это будет мой последний фильм из серии «Патагония». Субтитры создавал DimaTorzok